Многие спрашивают постоянно, как повышать свой уровень вибраций, что нужно, какие практические рекомендации для людей, что они должны делать, входить в медитацию, расскажите, пожалуйста, об этом процессе поподробнее. Вибрации свои повышаются своим отношением к миру, своим отношением элементарно, вот человек живёт в семье своей, находится, давайте начнём с семьи, своей семьи. Если у человека раздражает всё, если у человека есть муж или жена, которая раздражает его, то в вибрации, естественно, тут не может быть речи о повышении вибраций. Необходимо найти раздражитель, который раздражает прямо в семье. Муж раздражает, надо войти в это раздражение, рассмотреть это раздражение, прежде всего, внутри себя самой. Вот возникает ситуация, например, муж постоянно кладёт немытую посуду, оставляет на столе, допустим, так, ситуация. Женщину это раздражает. Как только он это сделал, как только произошло раздражение, сразу заглянуть внутрь своего тела, увидеть внутри своего тела, обозначить это раздражение, где оно. Где оно, это раздражение, находится внутри своего тела. И всё фокус внимания направить туда. Наблюдать за этим процессом, за этим раздражителем. Он начинает растворяться. Они не любят быть обозначенными. Это как сущность, правильно? Ну, конечно, это сущность. Найти сущность информационную. Да, да, совершенно верно. И начать её просто растворять в своём теле. И ты видишь эту сущность, ты проживаешь это вот, всё проживаешь глубоко, проживаешь внутри себя. И всё, эта сущность растворяется, она уходит. И так работать со всеми ситуациями, которые к вам приходят, начиная из дома и кончая работой своей. И вообще в общественных местах наблюдать за собой. То есть быть, фокус внимания внутри себя самой. Это называется практика самонаблюдения. То есть вот постоянно внутри себя находиться. Ты можешь разговаривать, готовить, ехать, но фокус внимания у тебя внутри. Всегда внутри. Что-то негативное происходит, ты опять внутри. И потом будет распаковка происходить информации. Человек перейдёт на другой уровень, совсем другую ступеньку. Он почувствует, когда он будет находиться внутри себя, будет исходить любовь. Начнёт открываться сердце, прежде всего. Сердце начнёт открываться, и появляться начнёт любовь. Человек начнёт чувствовать, что он просто счастлив, просто так. Человек — это вторая ступень самонаблюдения. И дальше, и дальше уже не захочется ни с кем вступать в конфликт. Если даже кто-то сказал плохое слово, это не значит, что нужно ответить ещё хуже. А человек просто это принимает с благодарностью. Он не чувствует никакой обиды. Он просто принимает спокойно, идёт своим путём, своей дорогой. Это так работает. Это очень просто, ничего сложного. И потом начнут повышаться вибрации. Человек начнёт видеть красоту этого мира. Он начнёт видеть красоту в каждом человеке. Что каждый человек — это и есть он сам на самом деле. Это зеркало его души, отражение. Отражение его души. И что вот этот человек, который сказал плохое слово, он просто показал ему самого себя, что у него внутри есть. Вот это так и работает. Всё. Потом его перестанет это беспокоить. Он будет идти по жизни легко, свободно. И из себя просто выливать эту любовь на весь мир. И если он отпускает эту любовь на человека, каким бы человек грубым, жестоким не был, а ты идёшь и просто любишь его, он интенсивно начинает, он не может оскорбить тебя никак. Он тоже посылает свои собственные вибрации любви. И ты наполняешься ещё больше. У тебя вибрации повышаются. Ты любишь весь мир. Ты просто счастлив от того, что ты есть. И что вокруг всё то, что есть, оно никак тебе не мешает абсолютно. И ты начинаешь понимать, что мир-то идеален. Что в этом мире не идеальны только мы. А мир такой идеальный, такой прекрасный, красивый. И всё в этом мире задумано Богом. Именно так, как необходимо. И ты не будешь притягивать уже негатив. Всё. Ну да, будет тебя обходить стороной. Уже вот эти вот люди, они даже не будут появляться в твоей жизни. Потому что у тебя будут высокие вибрации. Ты любишь всех. Ты заходишь в транспорт, и ты уже светишься. Ты уже освещаешь всех своей любовью. И все люди автоматически по цепочке, у них вибрации повышаются. Им не хочется уже даже ругаться. Или кому-то сказать грубое слово. Ты как озаряешь это пространство собою. Вот такими вибрациями человек может обладать. И к этому мы все стремимся. Вот тогда мир изменится полностью. И всецело. Это наша цель. Потому что мы и есть те Боги, которые меняют своё пространство. А потом меняем пространство всей Вселенной, галактики и так далее. Это так работает. Цепная реакция. Вот и всё. Работайте над собой. Над собой. Никогда не говорите, что вот он такой, вот он такой. А вы, вы посмотрите внутри. Кто вы такие? У вас внутри находится вот это то, что вы перебрасываете на другого человека. Именно в вас это сидит. Растворите в себе вот этот негатив. И всё. И вам покажется человек совсем другой. Оказывается, человек светлый. И всегда был светлым. Понятно. Хорошо. Спасибо. Благодарю за ответ. Следующий вопрос. Почему путь к духовности идет через страдания? Тоже многие задают такое вопрос. Потому что, когда человек страдает, когда он нам хорошо, весело, когда мы счастливы, мы внутрь себя никогда не заглядываем. Мы вовне. Мы полностью отождествляемся с этим миром. Мы кушаем вкусно. Мы питаемся вкусно. Мы отдыхаем. Мы получаем всякие блага. Мы наслаждаемся. Но мы не внутри себя. А когда нам больно, мы внутрь заходим в своего тела, в своей души. Боль в душе. Душа начинает болеть. Таким образом человек знакомится с своей душой. Человек начинает понимать, что то, что происходит в мире, его это не волнует. Совершенно не волнует. Человека волнует то, что у него внутри боль. И таким образом он может найти свою душу, свое сердце. И начинается трансформация человеческой души. Душа начинает трансформироваться, она начинает работать. Она начинает открываться. Человек начинает понимать, что-то делать, какие-то выводы в своих поступках. Он начинает анализировать, почему со мной это произошло. Почему так происходит? В чем моя причина? И начинаются поиски самого себя. Так не доводите до этого себя. Не доводите. Начинайте уже сейчас, когда вы счастливы, работать над собой. Не ждите, когда вам через боль и страдания приведут вас именно к душе, к вашей, к вашей душе, к раскрытию самого себя. Делайте это уже сейчас. Благодарю.